так сегодня у нас 23 октября вроде было температура у нас уже понизилась до 8 и 2 градуса но скачет до десятки на среднем 9 градусов наша стерлядка как прекрасный есть воде температура то не особо ее кормиться не перестает но это правда сигалетка этого года ну вот так вот она причем во всех садках приятно смотреть тут пониже поэтому плохо видно вот и в принципе она питается всю зиму у нас даже при температуре 46 градусов она питается и причем что даже растет кормовой там совершенно незначительно но зимой рыбхоз весь похудеет а у нас растет поэтому кормим сигалетку двухлетка трехлетка бывает отказывается сигалетка не отказывается никогда от корма полная кормушка забитая раньше не кормили потом сделали эксперимент на этой линии но не эксперимент мы в топаре всегда кормили в караганде здесь не кормили потом оставили четыре садках средней навеской по-моему 19 грамм была рыбка покормили всю зиму ну как кормили подкармливали можно сказать там попал кошечка по 200 грамм день по чуть-чуть и весной получили рыбку средним навеской 60 с лишним грамм я не помню уже это был шестнадцатый год поэтому много было разговоров что она у вас есть просто так ничего не этот не прирастает но факт остается факту она ест и растет а зимой сию не кормить то она похудеет вот представляетесь у вас посадочного материала тонн 10-15 то она похудеет у нас по нашим как я замеры делал на 38 процентов она похудела ну вот считайте из 15 тонн 38 процентов получается тон 9 останется это опять корма опять нагонять эту биомассу глупое занятие так вот за зиму она прирастает хорошо как-то так сейчас посмотрим это было стерлядь сигалетка посмотрим стербел 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 в кормушке сидит есть тоже глянем чаще у нас в принципе у нас то стербел тут только да вон сидит ленский осетр и гибрид ленка тоже едят хорошо в общем все едят так что низкие температуры плохо но не смертельно